Члены СНТ «Нархоз» добиваются от администрации города Иркутска выделения положенной им земли. Люди потратили 15 миллионов рублей на геодезические работы, чтобы перевести 740 гектаров земель Министерства обороны на станции «Батарейная» в казну города Иркутска. На это у них ушло почти три года. По предварительной договоренности должны были получить небольшой участок, на который у них было очень много планов. Изначально были следующие планы. Потому что мы затратились на город, порядка 150 гектаров дают нам, с учетом уже существующих наших членов СНТ и на дальнейшее развитие, чтобы мы провели дороги, сделали береговое укрепление, электроэнергию развивались. Нас планировали включить в городские программы, то есть, чтобы постепенно и водопровод был, и очистные, и все такое прочее. Эти очень тяжелые вещи, которые не потянешь за счет членских взносов. Второе, следующее, что мы планировали сделать, город, вернее, планировал на том этапе, это где-то 150-200 гектаров выделить на многодетные семьи и для инвалидов. Потому что, например, очередь многодетных семей в городе 4,5 тысячи человек на получение законных участков земли. Земли в городе нет, очередь практически не двигается. А на батарее на это все возможно, там инфраструктура есть, и перевести земли в земли ИЖС – пожалуйста. Мы планировали поставить теплицы, потому что садоводы же во множестве пенсионеров, им надо где-то работать. Пенсионеры вполне работоспособный возраст. Теплицы сделать такое-то сельхозхозяйство. Участок большой, почти 750 гектаров. Планировали сделать снегоплавилку с очистными сооружениями. У нас один из немногих городов Западной Сибири, где весь этот грязный снег с солью и всеми отходами масломашинными, спускается прямо в подземные воды, а потом идет в Байкал. Так же тоже нельзя делать. Но и при этом городу бы оставалось в его распоряжении порядка 300 гектаров. Пожалуйста, стройте, ребята, развивайте. Но, увы, ничего этого не сбылось про все эти планы. Дружно забыли уже все. И нам не дают. Тем людям, которые позволили им, вот сейчас обсуждал господин наш председатель Думы и один из первых замок мэра, обсуждали. Будут ремонтировать путепровод на батарейную, будут строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Скажите, пожалуйста, дорогие мои, а благодаря кому это стало возможным? Это мы перевели земли в городские, и стало возможным вкладывать туда земли. А когда они были на военных, это было невозможно. Более 50% членов СНТ «Нархоз» – инвалиды и ветераны МЧС. Поэтому начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Федосеенко поддержал нархозовцев и тоже обратился к мэру Иркутска Руслану Болотову за содействием в разрешении вопроса. Ну, ответ-то не совсем корректный, и ответ был не мэром, а товарищем Кладовым. Ну и как обычно, то есть нам отказали. Всё как всегда. Ссылаясь на те, как бы, недоработки, которые вполне могут быть, которые в процессе оформления могли быть спокойно решены. Мы вынуждены опять собирать общее собрание в условиях пандемии. А за один день 130 человек не проведёшь, это несколько дней растягивается. Вот, по новой вырезали все участки. Будем соблюдать все до единого требования КУМИ, которые изложены в письме. Но, по нашим сведениям, вскроются красные линии, а затем участки переведут за нашей спиной. И на что мы потратили три года жизни и вложили в город 15 миллионов? Видимо, на то, чтобы руководители получали бюджетные деньги за счёт ремонта ВИАДУКа, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Я вообще, честно говоря, не понимаю, в чём проблема. Мы просим меньше 10% от этих земель многоэтажки на берегу не построить. Но пойдите вы людям навстречу, проявите вы в соответствии с законом и порядочность, и выполнение своих гарантийных обязательств. Это настолько всё выглядит непорядочно и мерзко, что прямо нет слов у нас у всех. По информации иркутян, мэрия три раза уже отказала им в предоставлении земли. Каждый раз чиновники приводили разные аргументы. Почему администрация отказывает людям – публично в интервью. Вести Иркутск рассказали новый председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Сергей Кладов и главный архитектор города Антон Жуков. Соглашение ни до юра, ни де факта никто не представлен. Было письмо, в котором администрация, причём, надо отметить, это неуполномочное лицо, в виде начальника отдела, который, а, в данный момент не работает, б, исполнял короткое время обязанности начальника земельного департамента, согласовал проведение кадастровых работ за счёт стороны, дабы в будущем рассмотреть возможность предоставления СНТ-нархоз земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации. Господин Кладов, руководитель Куми города Иркутска, мягко говоря, лукавит. Во-первых, насчёт уполномоченного лица, он тогда не работал три года назад, а направляла меня к нему тогдашний начальник Куми Екатерина Михайловна. Во-вторых, ну что мы теперь, письмо официально зарегистрировано в канцелярии, мы будем у каждого чиновника спрашивать доверенность, имеет ли он право подписать это дело. Второе, самое главное его лукавство. Вот документ, в котором совершенно чётко написано, что Куми согласна за счёт проведения работ за наш счёт с последующим предоставлением СНТ-нархоз. Никаких рассмотреть возможностей там нет. Мы бы не стали рассмотреть возможность тратить такие деньги и столько, несколько лет своей жизни. Главный архитектор города Жуков вообще заявил, что создавать в Иркутске ещё одно СНТ нецелесообразно. Узкие пожарные проезды, отсутствие детских садов, школ в нормативной близости. То есть генеральный план города, он проектировался и рисовался без учёта возможности обеспечения садоводств от объекта Месоцкульбета. Главный архитектор города Иркутска в своём выступлении категорически был неправ. Во-первых, никакой нормативной базы не существует, есть садоводство. Запрещения новых садоводств создавать нет. Во-первых, что нормативная база, не существующая, там есть структуры детских садов и школ около садоводства, тоже это не сказано. И нигде не предусмотрено это. И категорически смешно слышать, когда он говорит, что нет пожарных проездов. Садоводства-то ещё нет, а проезды уже есть. Но вот надо над этим задуматься, товарищ главный архитектор города. Некрасиво. Председатель СНТ «Нархоз» Александр Баранов направил обращение к губернатору при Ангаре Игорю Кобзеву, в котором попросил помощи. Вместе с Игорем Ухановым они также записали видеообращение к главе региона в надежде, что 18 февраля во время прямой линии его покажут губернатору. Игорь Иванович, пожалуйста, разберитесь в этом вопросе и помогите нам получить законную, за которую мы выполнили все работы и затратили землю. Благодарим вас. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин